чё друзья привет и владимир прокачка ру небольшой обзор на вид бот 390 не будем долго ждать погнали итак вот друзья прекраснейший вид бот 390 про wb не знаю что это означает скажу сразу напишите пожалуйста в комментариях как вы считаете вот эндуро сианова эндуро 9 9 но в принципе фактически это мощный китайский мотор как вы думаете сколько она поедет именно под этим мотором давайте посмотрим вообще что это за лодка что она из себя представляет 390 давайте начнем как всегда с носа нос у нас капотный автомобильная фактически компоновка исполнение капот комиксов понятно в якорном рундуке нет якорный рундук все здорово вот здесь нержавейка на покрашенная предполагаю что может облезть потом посмотрим ну все что скапливается здесь хотя принципе сливкингстон с рундука есть в общем то все очень простенько взял на выход под якорный канат но кстати фиксатор якорного каната здесь тоже есть то есть вы якорь точно не потеряете что еще маленький привальный брус понятно никакого отбойника резинового нет то есть борт идет зигованный хотя принципе в этом месте например зиму не помогла и здесь просто-напросто либо вмятина либо изгиб какой-то покрашены кстати ну неплохо покрашена здесь пока на внешний вид то есть чечевица спереди стеклышко маленькая входная группа назовем вот так да то есть поликарбонат опять же оцинкованный крепеж который через год у вас начнет ржаветь не знаю зачем они оцинковку используют здесь хотя вот здесь алюминиевые идут гвоздики по периметру понятно этот тент транспортировочные но внутрянка она довольно простая внутрянка то есть здесь идет нас место для хранения вещей штурвал мы тут поставили кое-какие приборы топливный бак тут установлен уже с базы вот кстати ступенька сделано маленький перчаточный ящик здесь сверху можно наблюдать на то что есть какой-то скажем так подобие бардачка то есть ну не прикрыто соответственно здесь все будет мокро но плюс том что есть отверстие для слива воды очень мощная рамка то есть в принципе все это хозяйство не сломать ручки поручни очередной хобот как я его называю до под электрику вот ну достаточно просто все достаточно сделан мультифлекс если память не изменяет довольно простое дешевое решение в плане сидений здесь вот такая лавка которая фанерная который здесь двигается передвигается но она довольно толстый кстати здесь наверное миллиметров и так 12-15 я бы сказал даже весла кстати лежат в лодке либо на заказчик сам покупал не знаю вот мягкие накладки под задним рундуком здесь фанера миллиметров 10 на 9 да опять же вот эти прекрасные мебельная фурнитура которая заржавеет у вас скоро аккумулятор топливный бак литров и так наверное под не знаю сколько но наверно 30-40 литров наверное есть развознушка сделана я смотрю длинная горловина фанера у нас проткнута пластиковой клипсой наверное специально как то что не знаю другому не получается вот дуги ходового тента смотрю лежат тоже кстати это видимо железо покрашенная не уверен хотя может быть алюминиевый покрашен который не пачкается не марки что еще посмотрим давайте держатели спиннингов на корме огонек прямые кстати прямые потопчины и соответственно выпуск ринолинов сразу же идет трос рулевой ну понятно что вот к маленькой трос рулевой отсюда вывести просто невозможно на узенькой самое главное да и вот рулевой трос надо выводить вот отсюда ну вот как то вот так это сделано и также троса в принципе здесь конечно проход допустим вот в данном месте проход он сам по себе допустим можно выйти и наверное вы не упадете поручень есть в принципе все здорово с обратной стороны тоже покрашена алюминиевая лестница троп вот заливная горловина топливного бака и здесь в принципе все симметрично симметрично даже вмятина кстати симметричная да даже вмятина симметрична здесь на бал на борту ходовые огни все присутствует наклейка которая может надеюсь не оторваться вот если что-то меня здесь смутил вот вот по-моему вот здесь меня что-то смутило сейчас покажу вот это вот под названием выпуск какого-то шланга здесь у нас скорее всего какая-то помпа выходит водоотливная здесь топливная развозушка все вот топливная развозушка выходит отлично мотор понятно что рассказал вся новая 9.9 эндуро по трансу сделал немножко по-другому то есть скуловой скуловой профиль но нормально все все правильно дно такой же как это должно быть вмятинку килевой профиль нища безреданная вот так по внешнему виду градусов наверное от 6 до 8 не больше наверное это точно вот дальше еще небольшие выводы крепления датчика эхолота нет ну в общем то она наверное здесь и не нужно вот примерно так вот это все сейчас выглядит все ну как то вот такие вот дела вот так ну чё как вам понравилось не понравилось в принципе такая смазливая интересно лодка в размере 390 не знаю как здесь можно перемещаться там четырем человеком хотя по паспорту даже не посмотрел сколько здесь людей падающих вот пока с вами разговариваю пойду посмотрю сколько здесь можно грузоподъемность насколько здесь человек людей на борту здесь у нас 44 человека на борту вот такие вот дела маленькая молдо удал напишите свое мнение про эту лодку как она ходит вообще такая плоскодонная именно под этим мотором а сколько она развивает скорости самое главное и да конечно заходите на наш новый форум прокатистичка ру оставляйте там комментарии давайте пообсуждаем именно эти лодки в принципе мы готовы фото и видео все обеспечим я думаю что это будет довольно интересно ссылку на форумы оставим под этим видео также ссылка на наш телеграм-канал мы оставляем под этим видео заходить общаемся вопросы пожелания всегда мы готовы ответить всегда на связи и подписывайтесь на наши социальные сети вк youtube или владимиров прокатистику ру рад быть с вами увидимся на воде пока